Всем привет ребят! Сегодня у нас командные 2 на 2 на карте Баклэн. Какой-то скин, который я не знаю, не видел. Призыв и Хопли играет против топ стрелка и единички. Значит у нас 100. Тут из них сервис. Ладно, короче, нижняя команда это призыв за Синегоры и также Мордор Хопли. Против них имладрис единичка и железные холмы топ стрелок. Тут старт сразу в повозку. Тут в казарму. Тут ничего. Тут тоже ничего, но рабочий уже куда-то поехал. А нет, он просто строит еще одну ферму. Окей, окей. Да, пока они там развиваются. В общем, эксперимент вроде как прошел успешно со стримами, поэтому стримы теперь точно уже будут на ютубе, на моем втором канале AlterFedEgo. В общем, подписывайтесь, если вам нравится меня смотреть. Ссылочка будет в описании. И в закрепленках тоже. Поехала по воскам. Побежали копейщики. О, здесь есть иван-посты. Странно, что никто их не пытается захватить. Мудрости ресторана барак, значит крепость он не грейдил. Да, крепость он не грейдил. Возможно, имладрис пытается в чемпионов сыграть. Что-то странно. Ну, это не странно, но просто... Ну, такое необычное, необычное. Или же просто ради того, чтобы из него она стреляла. Попытка захватить аван-пост. Гном уже может захватить. Призыв его. Немножко орков появилось. Снос. Мастерской. Кстати, а где же... А вот она, повозка рассекает. У орков нет шансов. Но рабочий может спастись. Ух ты. А это было печально. Теперь придется давить в одиночку. Я так понимаю, что хилку проезал кто-то. Этот кто-то, это был топ-стрелок. Нельзя, кстати, ни в коем случае заезжать в огонь. Но удалось забайтить орков, чтобы они туда сбежали. Да, огонь практически ваншотит повозку. Так что это плохая идея. Но... Если она сейчас не погибнет, то топ-стрелок окупился. Да. Он может отъехать. Восстановить. ХП она, в принципе, уже восстанавливает. Он вполне себе окупился. Имладрис вышел в копейщиков. В таком случае не надо было оградить казарму. Не совсем понимаю, в чем заключается его стратка. Выход во вторую казарму, кстати. Аванпост захвачен. Аванпост захвачен. Окей. Получается, что топ-стрелок выступает в качестве саппорта здесь. А у нижней команды оба игрока играют в армию. Ну, имладрис должен, конечно, до хрена всего строить. Но что-то пошло не так. Поэтому он этого не делает. Сложно будет удержать эту казарму. Хотя... Тут статуя есть. И копейщики немножко сильнее дамажат, чем дамажили бы. Снова повозка на волоске уходит. Половина орков погибла. Часть гномов погибла. Тут есть лучники. И в итоге копейщикам не поздоровится определенно. Вышли мечники. Блочат часть территории казармы. А также лучники. Я бы советовал повозку, кстати, поближе держать. Все-таки... Ну, хотя... Я не знаю, стачат ли статуи вместе с бафом повозки. Поэтому, может быть, я и не прав. Так, повозка... От призыва. Окей. Продавливает. Войска им ладреса. Но... Казарма остается жить. Пусть и ненадолго. Вообще непонятно, кстати, почему они отступили. Ведь... Призыв сейчас может все продавить. Определенно. Но, с другой стороны, топ стрелок делает то же самое. Минус лучники. Здесь есть два отряда. Рискует топ стрелок. Да, рискует очень сильно. Потерял он свою повозку. Также потерял... Единичка казарму. И нижняя команда захватывает преимущество. Строится фонтан. Копейщики. Гилдор рассекает снова. Он умер вроде как до этого. Чуть ранее. Нужна помощь топ стрелка. Он отправляет только арбалетчиков. Это плохая идея. Потому что повозка не дремлет. Но у него есть фаланги. Плюс еще один отряд арбалетчиков. Ну, как бы... Играть в арбалеты за железные холмы. Плохая идея. Минус повозка может быть сейчас два копейщика. А, это целый отряд был на самом деле. Не замечает призыв их. И теряет ее. Ну, в принципе, сейчас... Очень даже неплохое преимущество. Призыв потерял. Да, по поводу... Железных холмов арбалетчики. Довольно таки плохи. Вот и строить их невыгодно. Если вы играете за железные холмы. Лучше спамить пехоткой. И окупать... Отсутствие лучников повозкой. Либо таверной. Если она здесь... А есть, кстати, таверна. Можно было бы в Дейлов сыграть. Но в итоге... Топ-стрелок просто заведомо ставит себя в плохое положение. Дебаф от Гилдора. И совместными силами удается забрать армию Мордора. Но тут подходит подкрепление. И уже вместе с Тролем удается разнести еще одну казарму. Я бы советовал сразу же сносить вторую казарму. Пофиг на эту статую. Минус повозка. Призыв снова не заметил копейщиков. Везет. Везет сейчас единички на снос повозок. Появился Элронд. Откладывал завтраки единичка. И смог все-таки накопить на него призыв сразу же стоит. Маяк. То, что нужно как-то... Как-то от него избавляться. Ну, гномы это не та фракция, которая... Типа боится Элронда, если честно. Но тут надо просто аккуратно играть. Потому что кроме Элронда тут еще куча гномов есть. Ну, на самом деле его... Ну, вы увидите, как много урона он получил. Я не понимаю, почему они отступают. Сейчас была идеальная возможность его пытаться убивать. Прибежал Тролль. Я бы советовал переключить Тролля в этой ситуации на бросок камней. Бросание камней наносит очень даже большой урон героям, если попадет. И плюс Тролль не будет находиться под обстрелом всех арбалетчиков. То это довольно-таки рискованно для него. То есть, как бы бросая камни, он наносит в итоге меньше урона. Но из-за того, что он просто дольше сможет пострелять, он нанесет в итоге больше урона. Такая вот логика. Обижал Тролль, но его сразу же забирает Элронд. Увы, Мордор не контролит Троллями. Очень-очень плохое использование их. Это сейчас уже в виде Троллей погибло пол Элронда. При этом не достигнув ничего. Первый Тролль только себя частично купил. Он забрал статуи и казарму. Два Тролля слились просто так. И если нижняя команда сейчас не возьмет себя в руки, она погибнет. Потому что Элронд прокачивается. Уже третий, черт возьми, уровень. На пятом уровне его так легко не убить. Появился Назгуль. Да, Назгуль немного урона вливает в Элронда. Он может погибнуть. Сдается хилка. Неплохо, неплохо. Не надо жадничать. Нужно убирать героя, иначе он погибнет. Он погибнет. Или его не фокусит. Нет, нет, окей, я был неправ. Он спасся. Заливка опыта Гиллдору. Забавно. Выходит в Балина. Но между прочим, в этой ситуации... Ну, вообще, конечно, все герои, кроме Оина, в начале у Синих Гор хороши. Ну, и кроме Хоббит. Но, мне кажется, что в этой ситуации Двален под рунами был бы более полезен. Во-первых, он дешевле. Соответственно, он бы раньше появился. Во-вторых, у него есть обилка, которая режет броню. И при удачном стечении обстоятельств призыв мог бы убить Элронда. Легко причем. Какая-то странная ситуация. Он пытается напасть на территорию топ-стрелка, но при этом топ-стрелок своей армии находится еще и здесь. А, хотя он тоже своей армией здесь находится. Очень странно. Призошел... Ух ты, баг произошел. Кажись, я знаю, из-за чего он произошел. А, ну все же разбаговались. Призыв начал атаковать этот отряд до того, как он сумел выйти из казармы. Но... Все же неплохо для него получилось. Он получил второй уровень. Без размена. Назгул рискует погибнуть. Минус один отряд орков. Нет, небольшие потери, в принципе. Так что нормально. Поехала. Ох ты! Сколько ж конницы вместе с Арвин и Глором. Это просто корм сейчас будет для единички. Тупо минус все орки. И просто одним движением удается... Ну, не будем считать троллей, но удается забрать прикрытие призыва. И призыв вынужден будет сражаться в одиночестве. Отступить он не может, потому что он гном. Копейщиков у него тоже нет. И он теряет всю свою армию. Ух ты. Ну, это жесть. Это было... Это было даже лучше, чем сам Элронд. Теперь-то я уже сомневаюсь, что нижняя команда сумеет как-то здесь выжить. Ну, подкрепление у призыва есть. И, в принципе, более-менее нормальные. Также Балин раздает им броню. Если призыв выйдет в... Я не помню, как называется. Стойкость гномов, кажется. В левую обилку. То он может пережить единичку. Также уже давку переживают гномы. Но все же стоит больше копейщиков построить. Либо держаться поближе к ним. Иначе... Ну, все равно будут большие потери. Снова минус орки. В это время... Топ-стрелок выдвинулся с другой стороны. Но его тут ожидает подкрепление. Но, кстати, были копейщики все же. Тролли пробегали все это время по каким-то подворотням. И добежали до базы топ-стрелка. Но он вовремя их заметил и строит стены и башенки, чтобы можно было выиграть время. Минус один тролль. Я бы советовал забегать за крепость, чтобы можно было избежать лишнего урона от раболетчиков. Но, увы, Хопли допускает огромнейшую ошибку. И у него только один тролль бьет. Минус второй. Да, но это... Блин, под крыс мог бы снести эту крепость. Но, увы. Хопли просто очень плохо сыграл. Конница бы даже не особо помогла. В это время призыв пушит. И Хопли вместе с ним. Минус на сгуль. Тут еще и даже катапульта. Но неплохо так, как опалась верхняя команда. Обе казармы стреляют. Есть статуя. Здесь куча лучников. В тылу отстреливают орков. Конница уже проехалась по оставшимся отрядам. И призыв остается в одиночестве. Элрон пятого уровня. Его надо фоксить всей армией. Но призыв не может себе этого позволить сейчас. Минус две катапульты будут. Он уводит копейщиков. А копейщики ему нужны, чтобы справиться с Элрондом. Минус бален. Разумеется, он не сможет спастись. Но есть у него хилка зато. Минус катапульты. Нужно отступать. И призыв терпит. Огромнейшие потери. Шестой уровень Элронда. Черт возьми, шестой. Как же сложно будет сейчас сражаться. Ему минус Некромант. У Хопли нет копейщиков. Он рискует. А, ну хотя нет. Некромант застанил за счет своей смерти конницу. И теперь она не представляет угрозы оркам. Наконец-то Хопли начал использовать троллеи в качестве метательного оружия. Это действительно нормально сработает в этой ситуации. Но, с другой стороны, здесь уже лучников перебор. И, возможно, троллей не стоит использовать как бы вообще. Закидывается единичка. Снова конец поехала. Призывается. А, нет. Это не призыв. Это Арвин провязала свой страх. Минус тролль. Один тролль успел спастись. Нужны копейщики. Иначе эти лучники сейчас погибнут. Но тут строятся в основном только лучники. Уже есть пятый уровень Глорфиндл. Также у топ-стрелка появился Дайан и его сын. Неплохое количество копейщиков у призыва. Я залип. Сорян. Дайан получает кучу урона. Очень-очень вовремя уезжает. Сейчас единичка. Мог бы потерять героя. Но успел среагировать. Снова тролль на передней полосе. И он погибает. Не хватает увейтимплея нижней команде. Вот верхняя команда. Возможно, они сидят в дискорде. Либо просто сыгранные за какое-то количество матчей. Просто видно, что они постоянно все делают вместе. Если надо отступить, они отступают вместе. Если надо нападать, они нападают вместе. А вот нижней команды этого не хватает. Они нападают как-то разрозненно. И это их проблема. Смотрящие появились. Заливается опыт сомнальян Элронда. Арвен может всех захилить. Вот-вот, о чем я говорил. Сражается призыв в одиночестве сейчас. У него нет шансов против двух армий. Я бы даже сказал, что у топ-стрелка уже армия посильнее, чем у него. Плюс тут куча героев. Заезжают всадники от Хопли. Но Хопли не отправляет армию в атаку до сих пор. И это самая большая проблема. Торин под рунами. Но, увы, уровень он прокачать не успел. И да, я видел его раньше. Просто я залип. Не обращайте внимания. Минус вся конница. Проблема этой конницы в том, что... Здесь... Слишком много... Бафф на броню. То есть тут Элронд раздает лидерку. И тут Лес бустит броню. То есть, ну, им за один проезд никак не продавить этих лучников. Получается, они принимают кучу урона на грудь, когда давят. И в итоге становятся неэффективными. Минус Ори. Хилочка. Ну, если бы Торин докачался до третьего уровня, то можно было бы попытаться снести Элронда. Но, к тому времени, ХЗ, какой он будет уровень, уже около девятого. Минус единица. До сих пор у топ-стрелка целая куча войск. Закидываются руны. Уже две. И минус Торин. Ну, банально у топ-стрелка... Пардон, у призыва слишком мало войск осталось. Долго он тут жить не сможет. Неплохая идея с апгрейда модных стрел. Можно попытаться поджечь землю, кстати. Но... Да. Это уже не поможет. Осталось надеяться нижней команде на подкрысы. Вот тут броня есть. Только подкрыс поможет им выиграть. Снести крепость как-то. Либо еще такой вариант. Призыв может попытаться убрать фронт от Мордора. То есть, сначала бросить Мордор. Так как у верхней команды пока что нечем сносить здание. У топ-стрелка в основном армия состоит из арбалетчиков без облинных стрел. То есть, он здание, как видите, он даже за бойню не может нормально снести. У него тут пара отрядов всего лишь любит. То есть... А ну и здесь та же ситуация. То есть, Хопли продержится какое-то время без проблем. Поэтому призыв может построить отряды и пойти в атаку на базу топ-стрелка. Таким образом, он заставит его увести армию. Если же ему удастся разъединить две армии, чтобы он сражался один на один, Аймладрис пушил бы Хопли. Хопли бы все равно проигрывал, потому что они уже слишком много всего потеряли. Но он бы держался какое-то время. И тогда у нижней команды бы появилась надежда. А я почему-то думал, что это от призыва Генальфа, это от топ-стрелка оказывается. Так вот. У нижней команды бы шанс появился. Если бы призыв смог победить топ-стрелка, тогда он бы уравнял шансы. Но если они дальше будут продолжать сражаться вот так вот, два на два, То они явно проиграют, потому что они за весь матч они выиграли, может, одно или два сражения, А в основном они их проигрывают. Соответственно, сила верхней команды все растет и растет, и рано или поздно они выиграют. К тому же Элронт уже около 10 уровня. Проконтрить его 10 скилл нижняя команда сейчас себе позволить не может ничем. В них просто ничего нет. Торин третьего уровня мог бы помочь с этой проблемой, но... Да, и готовится под крыс, то есть призыв все же решается на такой шаг. Только кого крысить? Ну, мне кажется, что топ-стрелка. Нужно крысить. Ну, опять-таки, это я вижу всю карту, призыв всю карту не видит. Он, возможно, решит попытаться закрысить Эмлу. У Эмлы этот ров, он мешает определенным. Хотя, может, им все равно удастся. Я уже не помню. Вроде как, ров то ли Эмладриса, то ли Арнора не защищает от именишников, а просто дебав кидает. Не уверен. Ну, что ж, атака началась на базу призыва. А где? А, вот и высадка. Он решает снести им Эмладрис. Ну, это минус крепость. Определенно. Значит, я был не прав. Ров не помешает снести им крепость. Но тут еще застройка. Так, я не уверен, что это поможет выиграть матч. А вот у топ-стрелка здесь все в одной кучке примерно. А, ну, у него тоже в центре есть стамя. Ну, такое-такое. Но подкрыс был удачно произведен. Посмотрим. Да, давайте еще на обилки. Я чуть залип, не показывал их. Значит, все это время мы смотрели за топ-стрелком. У него куча обилок из первого тира. Также бронька и гендальф. И 800 очков командования. Хопли практически имеет третий тир. Похуже экономику. Минус гендальф от призыва. Призыв. Тоже гендальф. Бакчик на экономику. Его бы пока даюзать. Нужно. И дофига очков, да, прокачался. Он очень даже круто. Такое впечатление, что... Дничка не замечает, что ему проносят. Не понял. А, он... Он решил крепость построить с той стороны. Забавно. Слушайте, а... Третий уровень. Хотя нет, тут не хватит мощностей. Чтобы убить Элрэнда. Просто так. Но практически вся армия погибла. У единички. И его вся база зачищена. За исключением... Ферм. Ну и вместе с этим... Стоп, я... Даблкликнул. Да. Вместе с этим еще и четвертый тир получает... Ну, практически получил призыв. Это позволит ему... Пронести какую-нибудь застройку. Но... Какую пока что непонятно. Ну и плюс... Под крыс он может еще и попытаться замутить на базе топ-стрелка. Хопли успел накопить немножко лучников. Да, но сложновато будет ему отбиваться. Убили Торина. Убили Арвен. Не удалось убить Элрэнда. Но без армии Элрэнд тоже особой угрозы не представляет. Так что у единички остались только лишь героин. Не удастся, мне кажется, здесь магов построить. Гномы с ними справятся. К определенным. Убежали Тораны. Ну вот такое. Надо застраивать крепость по-быстрому. Давайте посмотрим на... Попли. Что у него есть. Призыв Мумакильчика. У него сложная ситуация. С одной стороны, ему надо давить армию противника. С другой стороны, Торан угрожает его крепости. И из-за того, что он не давит, они его просто расстреливают. О, беда, беда. Я не знаю, что бы я сделал в этой ситуации. Но здесь, очевидно, надо было давить лучников. Возможно, я не прав. И Тораны в итоге снесли бы ему крепость. Но, как видите, они и так, скорее всего, снесут. Потому что этот Торан полностью жив. Но может, Тролль его в рукопашную снесет. Нет, он не пытается. Нет огненных стрел. Да ладно, будет минус крепость. Жесть. Окей, походу, Хопли допустил огромнейшую ошибку. Надо было давить. Он мог бы продавить героев и лучников. Копейщиков я здесь вообще не замечаю. То есть, остались бы Тораны один на один с Тролем. В рукопашную Тролль мог бы снести Торан. В это время ветераны Коза Дум, или как мы их любим называть, маленькие Тораны, добежали до крепости Топ Стрелка. Но тут вопрос в другом. Остаются ли здания у имладриса? Если да, то он выживет. Но призыв не замечает, к сожалению, для него, что там есть еще одна крепость. Если бы он заметил, он бы мог попытаться ее снести. Сейчас же он уже не успеет ничего снести. Но Топ Стрелок... Ой, пардон. Призыв неплохо так накоцал. Хопли, походу, все уже проиграл. Выведен из строя. Но он пытается построить подкрепы. Рабочего у него, увы, нет. Нигде заныканого. То есть, это последнее его здание. Отбиться он не сможет. У него много денег. Топ Стрелок. А, они разменялись крепостями. Забавно. Эх. Ему бы помощь, хотя бы небольшую. Но я вижу, что у призыва тоже проблемы большие. Он снова пытается организовать отряд ветеранов Казад Дум. В адрес крепит. Стрелять не... Да, давайте промотаем. Может быть я что-то пропустил. Но мне кажется, что Хопли проиграл. Уже день дурина. Да, Хопли, к сожалению, проиграл. Девятый уровень дайны. Не густо так, кто призыв войск накопил. Пытается он пронести. Да, он походу думает, что это последнее здание. Но, увы, и ах. Это не так. Тут даже апгрейды есть. Варла может выйти, если еще не вышел. На единичка. Это позволит избавиться от ветеранов Казад Дум. Если они будут призваны снова. Куда там. Ну, призыва. Тут неплохая база, кстати. Так, это, получается, был последний союз, что ли. Я его профукал. Ну, они... А, вот же, да, они. Ну, они в основном погибли. Минус повозка. Ветераны пытаются задефать базу. Возможно, это будет минус Гендальф. Да, это будет минус Гендальф. Ну, а здесь куча арбалетчиков. И мне кажется, что они с легкостью их перестреляют, если захотят это сделать. Ветераны пытаются пронести здание. В это время... А, там же маг еще есть. Но его зафокусили. Ну, плюс еще приличное количество героев. Очень даже приличные. Так что, возможно, крепость не выстоит. Но, с другой стороны, сейчас призыв закончится. Нет, крепость должна выстоять. Призыв закончится. Останется Кирдан. И Элорант. А, понятно. Не важно. 25-ка от топ-стрелка. Да ладно! А, добило все-таки. Я уж думал, что крепостью стоит на соплях. И нижняя команда потерпела поражение. Смотреть тут уже нечего. Поэтому мы с вами проматываем. Всем спасибо за внимание. В описании под роликом вы найдете информацию о том, где скачать эту игру. Где мои стримы происходят. Как играть в сети. Куда прислать реплей. А также, как стать спонсором моего канала, если вы хотите меня поддержать. Всем пока!